Пенсионные реформы Всегда ставились задачи улучшения пенсионного обеспечения и повышения устойчивости пенсионной системы, но они так и не были достигнуты, поэтому сейчас предлагается пятая пенсионная реформа. За последнее время разговоров об этом много и в средствах массовой информации, и вот здесь, с этой трибуны, когда утверждали на пост премьера Медведева Дмитрия Анатольевича. Вообще любят поговорить о новой стратегии пенсионной системы, но слушаешь эти речи, читаешь эти статьи и, честно говоря, очень грустные мысли появляются. Я остановлюсь на трех вопросах в связи с этим. Первое. Почему западные пенсионеры путешествуют по всему миру, а наши российские порой до огорода не могут доехать? Ну действительно, нынешние руководители любят говорить о том, что они очень заботятся о пенсионерах, что к концу этого года трудовая пенсия достигнет 9 тысяч с половиной рублей, а социальная 6 тысяч. Но возникает простой вопрос. Братцы, а сколько надо, чтобы пенсионер не доживал, а жил нормальной жизнью? К сожалению, мог бы дать ответ закон о социальных стандартах, но он уже 10 лет лежит в комитетах Госдумы, и, по-моему, его сознательно никто не хочет пропускать. Поэтому я сошлюсь на данные по другим странам мира. Вот Всемирный банк в рейтинге показателей мирового развития называет такие цифры. Пенсия в Дании, средний размер в переводе, конечно, на рубли, составляет 84 тысячи рублей в месяц. В Финляндии 57 тысяч, в Норвегии 46, в США, Германии, Испании 38 тысяч. А в России даже к 2014 году трудовую пенсию планируют увеличить где-то до 12 тысяч, а социальную 7,2 тысячи. Даже через два года никакого сравнения, как вы видите, не получается. К тому же в западных странах многие пенсионеры получают довольно приличные дополнительные льготы. А у нас что, не год? Тарифы на ЖКХ, цены на лекарства, продукты питания, товары до первой необходимости. Постоянно в 2-3 раза опережают рост пенсии. Так что, к сожалению, вывод простой. Нынешние пенсионеры как жили в бедности, так, видимо, и будут жить в бедности. Это о пенсионерах. Теперь второй вопрос. А о тех, кто скоро станет пенсионерами. Здесь основной проблемой называют якобы нехватку денег. Я подчеркиваю, якобы. Поэтому думают, как бы вот на чем бы урезать, как бы сэкономить. Наверное, многие заметили, как только пенсионер выходит на пенсию, его прожиточный минимум сразу сокращается в полтора раза. Сегодня работал, завтра пенсионер. Значит, завтра он должен, получается, в полтора раза меньше есть, в полтора раза меньше покупать лекарств. Но это, простите, абсурд какой-то. Ну, в общем-то, и этого считают недостаточным, поэтому и другие предложения выдвигают для обсуждения. Ну, например, широко обсуждается проблема повышения пенсионного возраста для мужчин и для женщин до уровня 63 года. А эксперты считают, что этого будет недостаточно, и в перспективе, видимо, придется этот возраст еще повышать. Но чтобы как-то вот подсластить вот данное предложение, вы заметили, первые лица государства стали постоянно говорить об улучшении жизни и о ее продолжительности. Ну, а раз люди живут лучше и живут дольше, почему бы им дольше не поработать? Можно и заставить, хотя известная статистика подтверждает, 40% мужчин сегодня просто не доживает в России до пенсионного возраста. А если пенсионный возраст увеличится, то еще больше людей не доживут до пенсии. Вот вам прямая экономия денег. Такая получается арифметика. Кроме того, предлагают, чтобы люди сами определяли, когда им уходить на пенсию. Но чтобы рассчитывать на более-менее весомую прибавку к пенсии, предлагают, что если человек готов работать от 1 до 5 лет дополнительно, подчеркиваю, при этом не получая пенсию, отказавшись от получения пенсии, тогда действительно у прибавок будет какой-то более-менее нормальный. Но попробуйте еще дополнительно в нынешних условиях вот так прожить. Кроме того, конечно, многие пенсионеры согласны работать, но, к сожалению, их увольняют под лозунгом омоложения кадров. А найти сегодня работу, когда тебе 50 или более лет, довольно проблематично. Многие идут дворниками, сторожами, вахтерами, не потому что им это нравится. Одеться некуда, пенсия низкая, на нее просто не проживешь. Вот и вынуждены идти на любую работу, лишь бы еще заработать себе на кусок хлеба. Третий момент. Одно из предложений связано с увеличением возраста дожития. Сегодня этот возраст составляет где-то 19 лет, предлагает 23-25 лет. Это значит, несколько можно будет уменьшить размер пенсии. Вот снова экономия, но снова за счет жизни людей. И так пенсионеры, и так те скоро уходят на пенсию. А теперь о молодежи. Что молодежи-то нынешней остается? К сожалению, нынешняя молодежь, как правило, мало думает о своей жизни в старости. Хотя на Западе мы видим очень многотысячные с участием молодежи акции протеста против наступления на жизненный уровень пожилых людей. А у нас что же? Ну, наверное, все согласны, что пенсия – это часть заработка, отложенная на старость. И здесь начинают действовать два фактора. Первый, который влияет на пенсию – это размер заработка. По данным Европейского института статистики «Евростат», средняя зарплата, конечно, в переводе на рубли, в Великобритании и Нидерландах – 120 тысяч рублей в месяц, в Германии и Дании – 115 тысяч, в Бельгии и Австрии – 110 тысяч, в Швеции – 100. Но в сравнении с ними наши современные 23 тысячи рублей в месяц – ну, просто это унизительно. А если отбросить тех, кто работает в нефтегазовой сфере, в банках работает, чиновниками работает, то средняя пенсия составляет 14-15 тысяч. Кроме этого, второй фактор – размер пенсии устанавливается в соответствии от зарплаты. На Западе это 70-80%, у нас 37%. То есть наши пенсионеры в двойном проигрыше. Кроме того, есть такой очень важный момент, мне кажется. Вот отказываясь от решения социальных задач и увеличения пенсии, государство, тем не менее, в полной мере берет налоги и другие платежи с населения и с предприятий. И даже увеличивает эти поборы. Но возникает резонный вопрос. Раз государство отказывает в социальных задачах, то тогда, наверное, население должно меньше платить государству налогов и других платежей. Потому что оно кому-то еще должно платить. По-моему, это будет довольно справедливо. Недавно Россия заявила о том, что намерена артифицировать 102-ю международную конвенцию организации труда, по которой пенсию должны платить предприятия, то есть корпоративные пенсии, предприятия, где работают люди. Но что получается? Если предприниматель будет платить пенсию будущему пенсионеру, то он все затраты будет сегодня загонять в себестоимость продукции и услуг. Неизвестно, доживет ли человек до этой будущей пенсии, но сегодня, в связи с тем, что затраты больше, цены и тарифы растут, сегодня он будет покупать меньше товаров, услуг и лекарств. Есть еще целый ряд просто удивительных предложений. Они направлены либо на увеличение продолжительности работы сверх нынешнего пенсионного возраста, или на увеличение самого пенсионного возраста, или на ограничение размера пенсии. В советское время тоже были вопросы с пенсиями, но совершенно по-другому они решались, потому что государство отвечало само за размер пенсии. Оно не перекладывало эту задачу на какие-то неизвестные частные фонды, для которых прибыль дороже самих пенсионеров. И были производства, были современные производства, поэтому достаточно было небольшого процента денег, чтобы обеспечить необходимые поступления средств для будущих пенсий, для будущих пенсионеров. Ни о каком повышении пенсионного возраста речи не было. И вот то постарше хорошо помнить. Тогда говорили наоборот, о понижении пенсионного возраста, с тем, чтобы у человека было больше свободного времени, и он мог заняться своим любимым делом. Это и способствовало развитие и образования, и науки. Сегодня наш КПРФ уже не первый раз предлагает и добивается ряд мер по решению данной проблемы. Прежде всего, многие проблемы объясняют сегодня тем, что число работающих уменьшается, а число пенсионеров растет. Это надуманная проблема. Это полностью надуманная проблема. Нужно, чтобы было современное наукоемкое производство, росло производительность труда, и тогда полученной прибыли хватит всем, даже при уменьшающемся числе работающих. Кроме того, размер пенсии должен составлять не менее 70% от заработной платы. Надо реально, кроме того, проверять, а куда уходят деньги у чиновников, которые они получают. Деньги выделяемые, до пенсионеров-то они многие не доходят. Можно уменьшить нагрузку на предприятие. И нужно уменьшить нагрузку предприятия, если действительно вести монополию на алкоголь, на сахар, на природные ресурсы, на лес. Мы убеждены, никакого повышения пенсионного возраста не должно быть. И налоги повышать не надо. Спасибо.